Меньше чем через две недели для этих девочек вновь прозвенит школьный звонок. И если для Валерии сидеть каждый день по шесть уроков – дело привычное, то вот маленькая Алиса впервые сядет за парту. И выбирать канцелярские принадлежности для нее занятие не только интересное, но и ответственное. Первым делом девочки отправляются смотреть тетради. Специалисты советуют брать не только однотонные тетрадки, но и с изображением персонажей любимых мультфильмов. Ребенку будет интереснее заниматься, глядя на своего героя, чем просто зелененькую тетрадку. Это на усмотрение родителей. Школьникам постарше тоже есть из чего выбирать. Но, как правило, чтобы ребенок подолгу не рылся в рюкзаке, они предпочитают предметные тетрадки. Кстати, в конце каждой такой тетради есть шпаргалка с основными формулами и правилами. Следующее, чему стоит уделить внимание, это пеналы. Для младших классов, конечно же, удобнее 2-3 отделения, чтобы было. В один отдел вы положите карандашики и фломастеры, а в другой отдел уже ручки, простые карандаши и линейки. Для старших классов выбирает уже пенал-тубус. Пора наполнять пенал. При выборе ручек главное, чтобы ребенку было удобно держать их в руке. Паста не должна вызывать затруднений при письме и легко ложиться на бумагу. В младших классах одни из самых важных предметов – рисование и труд. Поэтому обязательно купите малышу цветные карандаши, краски, альбом для рисования. Ну и, конечно, самое главное, без чего не обойдется ни один школьник – это рюкзак или ранец. С младшей класса вам нужен рюкзачок с артопической спинкой, жестокаркасный. Там у вас ваши все вещи, не помнутся ребенка, тетради, станут в целости сохранности. А вот для ребят постарше – большой выбор рюкзаков. У них, как правило, мягкая спинка, которая удобно ложится по спине и не доставляет школьнику дискомфорта. К выбору ранца для первоклассника стоит подходить с особой ответственностью. От этого во многом зависит здоровье ребенка и его безопасность. Также нужно обратить внимание для младших классов – рюкзачки со светоотражающей лентой. Сейчас на многих рюкзаках уже она имеется. Очень важно, чтобы ребенка было видно водителем на пешеходных переходах. Когда светоотражающая лента светится, конечно же, водитель обратит на это внимание. А еще необходимы линейки, папки для тетрадей и множество других мелочей. Если вы еще не собрали своего ребенка в школу, самое время это сделать.